Абсолютно сразу после Второй мировой войны развязалась новая масштабная доселе невиданная мировая война Холодная война между американской сверхдержавой и советской сверхдержавой Война двух глобальных систем, двух глобальных сил на планете, двух глобальных игроков Американская сверхдержава создала два гениальных для того времени проекта, которые определили эпохальный геополитический успех Америки Эти проекты были НАТО и это План Маршала Планом Маршала на американские деньги для американского выгодоприобретения поднималась разрушенная, лежащая в руинах Европа А при помощи НАТО Америка и сейчас влезает в каждую щель любой европейской державы Контролирует ситуацию и не позволяет заиметь собственной вооруженной, сколько-нибудь серьезной силой Через НАТО Америка контролирует Европу НАТО и План Маршала, эти два грандиозных геополитических проекта, велики для Америки так, как письменность и арифметика для своего времени Как паровая машина для своего века, которая изменила эпоху Как двигатель внутреннего сгорания, от которого человечество не может избавиться и по сей день Как интернет, генетика, клонирование и искусственный интеллект уже нашего времени Вот здесь вполне уместно ответить на первую часть вопроса Что делать, если Дональд Трамп победит и выполнит свои обещания выйти из НАТО и заключит делку с Путиным? Ни один президент Америки не выйдет из НАТО Ему даже не позволят это сделать, по тем причинам, которые указаны выше НАТО это козырь всех козырей Америки Трамп тоже козырь Америки Это следует понимать с крупинкой юмора, потому что в переводе слово Трамп переводится с английского языка как козырь Президент Трамп не обещал выход из НАТО Он прокричал это как риторическую угрозу, будучи раздосадованным, что члены Альянса не выполняют своих обещаний по выделению средств на нужды НАТО Трамп всю дорогу кричал, что расходы Америки на поддержание общей безопасности неизмеримо больше всех ее союзников Когда человек на эмоциях в дружеском кругу кричит, что убьет кого-то, никто же не понимает это как реальную угрозу убийства Но газеты разнесли это по заголовкам и цитатам Президент Трамп написал тогда еще в сети Твиттер Много лет президенты пытались безуспешно добиться от Германии и других богатых стран НАТО, чтобы они больше платили за то, что их защищают от России Они несут только малую долю расходов США платят десятки миллиардов долларов, слишком большие субсидии Европе и много теряют на торговле И еще он добавил в Твиттере Сверх того Германия только что начала платить России стране, от которой они хотят защиты миллиарды долларов За свои энергетические нужды, поступающие по новому трубопроводу из России Неприемлемо Все страны НАТО должны выполнить свое обещание о 2% И они в итоге должны быть подняты до 4% Так написал Трамп в свое время в Твиттере Трамп, не откладывая в долгий ящик, облетел в те дни всех богатых членов НАТО И Берлин, и Париж, и Лондон И убеждал всех о необходимости платить Президент Франции Макрон подтвердил после встречи, что Франция к 2024 году достигнет намеченной планки оборонных расходов в 2% ВВП Но скептически отозвался о перспективе их повышения до 4% Было это все в 2018 году Но вот теперь, в ближайшие десятилетия, ни у кого не возникнет сомнений в целесообразности НАТО И платить в кассу НАТО после нападения Росфедерации на Украину Будут отныне быстро платить, аккуратно и с удовольствием, и не 2%, а все 4%, как того и хотел Трамп Поэтому ответ на первую часть вопроса, что делать, если Дональд Трамп победит и выполнит свои обещания выйти из НАТО и заключит сделку с Путиным, Трамп не выйдет из НАТО, если победит на выборах в Америке Теперь они так все поумнели, что даже на эмоциях такой риторики не будет Теперь они припаяны к НАТО без паяльника, клянусь честью мадам Бонасье Росфедерация им вставила свой бандитский паяльник На все эти главные вопросы очень точно ответил когда-то Венечка Ерофеев Кто виноват? Никто не виноват Что делать? Ничего не делать Кем быть? Никем не быть А где приют для мира уготован? Где-где? В пизде! На третьей полке, где ебутся волки Ответ на вторую часть этого вопроса, что делать, если Трамп победит и заключит сделку с Путиным, поеду рассуждать дальше В 70-е годы 20-го столетия Америка принялась выращивать и вскармливать пескариками еще одного интересного регионального игрока Китай Этот игрок по версии Америки должен был наигрывать на нее в большой игре с советским монстром Америка потащила пескарика в Китаю Принцип Америки усиливать геополитический противовес своего противника Роль Китаю отводилась быть противовесом советскому монстру Результатом холодной войны, кроме уничтожения советского монстра, стало объединение Германии снова в единую силу и объединение Европы в силу Соединенных Штатов Европы Это глобальный, чудовищный, геополитический неуспех американской сверхдержавы Избавившись от силы советского монстра, у американской сверхдержавы под носом объединилась Европа во главе с объединенной Германией Эта сила через некоторое время пострашнее станет для американской сверхдержавы и Британии Объединение Европы в единую силу – это грандиозный геополитический успех Европы Который чуть позже позволит единой Европе сесть уже в качестве глобального игрока за игральный стол планеты Но все 90-е годы 20-го столетия американская сверхдержава пребывала в полном одиночестве Праздновала победу, равной ей по силе не было ни одной силы на планете Американские компьютеры, американские громаднейшие IT-компании, американский интернет захватили и изменили мир Черный Джексон так отплясывал свою лунную походку, что стал белым А трудовые мозоли Мадонны еще не обозначились так явно на ее попе Сила Британии, конечно, присоединилась к силе Америки, куда деваться Когда растерял силы империи, нужно к кому-то падать на хвост Британия упала на хвост американской сверхдержавы Она попрыгала было на хвосте Европы, поюзала, но в итоге прицепилась к американскому паровозу В нулевые годы 21 века за игральным столом планеты сидело уже снова два глобальных игрока Америка и Европа Равным им по силе не было никого И противостояние шло между двумя этими амбалами Основная борьба между этими двумя силами развернулась за энергией Америка экспериментировала с осланцевой добычей нефти при помощи технологий гидроразрыва пласта А Европа тупо подписалась на поставки энергии с Росфедерации Когда огромный и бешеный советский монстр развалился, от него остался осколок Росфедерации У этого осколка, некогда гигантского советского монстра, не осталось ничего Росфедерация была бедна, как церковная мышь Но у Росфедерации остался весь ядерный запас ракет советского монстра И у Росфедерации остались недра энергии И Росфедерация была потенциально богата Но это богатство еще нужно было реализовать Не только по суше, но и по дну всех морей, связывающих Европу с Росфедерацией Потоками потекла энергия Из Росфедерации в Европу